Дача – это тишина и покой до тех пор, пока рядом не поселятся фермеры. Так в садоводстве лесной поляны год назад идиллию нарушили гуси. А нынче помимо гусей коровы появились там штук 10, лошади появились, козы целое стадо появилось. И естественно и гуси, и козы ходят без присмотра. Животные заходят на огороды, топчут грядки. Все началось сразу с 300 гусей, потом особей стало уже 600. Между жителями и фермерами постепенно начал нарастать конфликт, который быстро перерос в войну. Он берет этот дрын, трехметровая сосна, вот здесь вот лежала прямо вдоль дороги, и разгоняется, я смотрю просто по машине, либо по мне, смотрю по мне. По словам Алексея, просьба уступить дорогу и послужила причиной драки. Работник фермы сначала оскорблял, а потом пошел в атаку. Сам дачник уверяет, вход пустил не кулаки, всего лишь перцовый баллончик и сразу уехал. Но фермеры решили мстить. Здесь вообще локтем били вот так вот. Вот где эффектора полностью нет, вот так прям били локтем. Сначала напали на машину, а когда Алексей на своей Тойоте вырвался, устроили погоню. Я попытался вырулить и правее выехать, и в этот момент меня приора ударило минимум в два раза. Вот видите следы удара этого. Я просто набираю скорость, чуть под камаз песком не залетая по встречной полосе. Людей просто спихиваю, они прям съезжали, потому что я сигналил и просто ехал наглую. Уже в полиции показания Алексея подтвердила его мама, которая была в машине во время погони. Но и в отделении ее встретил сосед-животновод. Я сидела в машине, окна тонированные, они меня не видели. И он прямо сразу при полицейском, который его ни разу не одернул, товарищ господин капитан. Он мне, ты врешь, тебя в машине не было, не было меня в машине и все. А я была там и все видела. Теперь в деле разбирается полиция. Владелец фирмы Артур свою точку зрения высказывать не захотел. И по телефону заявил, что общаться с журналистами не собирается. Только заверил, фирмы здесь скоро не будет. По данным из кадастровой карты и не должно быть. В данном случае вид разрешенного использования – это садоводство и огородничество. Поэтому мы понимаем, что разведение животноводства и птиц здесь не предполагается. Как следствие, я считаю, есть необходимость обратиться в органы власти. В том числе можно сначала с них начать для наведения порядка. Как говорят члены садоводства, Артур тоже пообещал убрать ферму до конца августа. Дачники надеются, что это вернет их к спокойной и привычной жизни. Хотя такое обещание они слышат уже не в первый раз. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.